Сегодня третий завершающий день Астана Медиа Уик. Посвящен он продвижению контента на популярных видеохостингах. Называется YouTube Day, поэтому на панельных сессиях сегодня будут говорить о том, как же эволюционировали видеокоммуникационные связи за последние годы. Татьяна Ковалева находится на месте событий и готова поделиться первой информацией к этому часу. Татьяна, вам слово. Алмаз. Да, сегодня действительно третий завершающий день. И на нем будут обсуждать продвижение информационного контента на самых популярных видеохостингах. Спикеры сегодня затронут разные вопросы. Это и как развивать бизнес и рекламу в YouTube. Рассмотрят YouTube как самое популярное и перспективное телевидение 21 века. И, конечно же, поговорят о развитии казахоязычного контента. Он в последнее время набирает популярность. И рядом со мной сейчас находится человек, который активно развивает казахоязычный контент на просторах интернета. Али Даутканов. Али, подскажите, вообще как вы связываете и с чем возросшую активность казахоязычной аудитории в интернете? На данный момент именно казахскому контенту активность со стороны нашей аудитории возросла, потому что есть много заграничных блогеров, западных блогеров, российских блогеров. И аудитория хочет видеть свои казахские проекты, казахские блоги, тематические каналы. А как вы считаете, вообще стоит ли YouTube сообществу ждать появление новых платформ в интернете? И какие темы назрели вообще в обществе, которые нужны казахоязычному контенту? В ближайшее время я именно для платформы YouTube каких-то определенных конкурентов не вижу, тем более на локальном, на казахском уровне. По поводу тем, которые больше надо поднимать, мне кажется, что надо больше делать тематических каналов, надо больше делать именно каналы, которые посвящены какой-то определенной тематике. Благодарю вас за ваш ответ. Привет. Алмаз, пока у меня на этом все, потому что сессии только начались, спикеры сейчас все заняты. И я пойду сама послушаю, о чем там говорят, чтобы в следующем информационном выпуске рассказать что-то новое. Спасибо. Татьяна Ковалева работает на полях форума Astana Media Week.